И мы только что получили фрагмент общения Владимира Путина с журналистами. Он сейчас в Нижнем Тагиле, и там он прокомментировал крушение Су-24 у границы с Турцией. Что ж поделать после таких трагических событий, как уничтожение нашего самолета и гибель летчика. Это вынужденная мера, и МИД правильно делал, что предупреждает наших граждан об опасности. Проблема ведь даже не в той трагедии, с которой мы столкнулись вчера. Проблема гораздо более глубокая. Мы наблюдаем, и не только мы, уверяю вас, это видят во всем мире. Сегодняшнее руководство Турции в течение значительного количества лет проводит достаточно целенаправленную внутреннюю политику по поддержке и по исламизации своей страны. Ислам, мировая великая религия, это одна из традиционных религий и Российской Федерации. Мы сами поддерживаем ислам и будем это делать. Но речь идет о поддержке такого более радикального, что ли, направления. И это само по себе создает очень неблагоприятную среду и атмосферу, которую, на первый взгляд, и не видно. Это во-первых. Во-вторых, после того, что случилось вчера, мы не можем исключить каких-то других инцидентов. И если они произойдут, мы так или иначе должны будем на это реагировать. И наши граждане, находящиеся в Турции, конечно, могут подвергаться значительной опасности. И МИД обязан об этом сказать. – Своим, достаточно не озвучены вчера Министерством обороны мер по обеспечению безопасности наших военных, которые осуществляют операцию в Сирии. И второй вопрос, если можно, сейчас всех волнует судьба второго летчика, СУ-24. Есть какая-то информация о нем? – Да. Он спасен. Это штурман. Он находится на нашей, думаю, что уже находится на нашей базе, на аэродроме. И ему, так же, как всем другим участникам операции, в том числе и операции по спасению, будут присуждены государственные награды. Министерство обороны вышло с этим предложением. Командир корабля будет награжден звездой, героем Российской Федерации посмертно. Что касается мер по обеспечению безопасности полетов нашей боевой авиации в Сирии, объявленных вчера предложений недостаточно. Мы обсудили это с утра еще с руководством Министерства обороны в Сирию. На нашу военно-воздушную базу будет переброшен комплекс противовоздушной обороны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!